МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Со всех помидор опускаю в кипяток, снимаю кожицу и складываю в банки. На дно банки я укладываю чеснок, горький перец, несколько горошин и обязательно малиновый лист. Содержимое банки заливается горячим рассолом. На литр воды приходится полторы ложки соли, три ложки сахара и три ложки уксуса. Затем банки стерилизуют и отправляют в подвал. Но на этом умения Татьяны Леонидовны не заканчиваются. С ее легкой руки созревший урожай превращается в пряные заправки для борща. Может, наша хозяюшка приготовить и сладкий джем из апельсина, лимона и имбиря, который может излечить от любой зимней хвори. А еще делает конфитюр по авторскому рецепту. Это и персики, и мои груши, и яблоки, и цедра апельсина. И все с желфиксом проварила, и получился такой конфитюр. Любителям быстрой кухни придется по вкусу экспресс-заправка из огурцов, лука и зелени, которую Татьяна Леонидовна закручивает в горячем виде. Для остроты ощущений добавляет горчицу. Такая заготовка подойдет в салат или солянку. Ну а для истинных гурманов у мастерицы есть особенное блюдо – баклажанная закуска в томатном соусе. Петрушка. Сначала их надо хорошо отварить, потом на ночь положить под гнет, чтобы стекла горечь и вода. Потом каждый баклажан фаршируется, делается пассировка, лук, белая морковь, чеснок и травы. Закладывается в банки, заливается томатным соком и стерилизуется. Королева закруток уверена, приготовление любого блюда – это творческий процесс. В него нужно вкладывать душу, тогда любая зимняя закрутка может стать кулинарным открытием. Например, как корейская закуска, которую Татьяна Леонидовна приготовила на наших глазах. Вот из чего состоит вот эта помидорная закуска. Помидоры, перец сладкий красный, горький перец, чеснок, зелень. Сюда входит кинза, петрушка и базилик зеленый. Сейчас начнем делать нашу закуску. Складываем помидоры. Помидоры режем на четыре части, лучше всего подойдут сливовидные. Укладываем их в банку слоями, чередуя помидоры с зеленью. Потом готовим заправку. Сладкий и горький перец вместе с головкой чеснока перекручиваем в блендере. Добавляем соль, сахар по вкусу, подсолнечное масло и уксус. Полученным соусом заправляем помидоры. Корейскую закуску можно есть уже на следующий день. Но для того, чтобы верхний слой хорошенько промариновался, банку ставят в холодильник в буквальном смысле вверх дном. Я решила нарушить эти правила и отведать закуску сразу же. Кстати, Татьяна Леонидовна делится своими рецептами в кулинарных интернет-чатах и получает массу восторженных отзывов. Это совершенно заслуженно, ведь кулинарного таланта ей не занимать.